Отряд Роскомнадзор. Именно так звучало бы локализованное название игры Suicide Squad для российского рынка, если бы Warner Bros. продолжала свою деятельность в наших широтах. Но вместо этого корпорация запретила российским геймерам не только покупку, но и доступ к игре, так что без мощного VPN на сей раз ну никак не поиграть. Но вы и без нас уже знаете, если играли в недавнюю Mortal Kombat от этого же издателя. Вообще проект с подзаголовком Kill the Justice League еще до релиза утонул в приличном количестве скандалов, которые происходили на фоне мучительной разработки. Создание игры затянулось на долгие годы, ведь впервые о ней стало известно, аж в 2010 году. Просто задумайтесь! Для Rocksteady разработка стала тем самым производственным адом, который привел к тому, что львиная доля сотрудников стала нуждаться в постоянных посещениях психолога. Но какой же по итогу получилась Suicide Squad вопреки проблемам? И стоит ли она внимания подписчиков iGEM? На эти вопросы готовы немедленно ответить диктор Антон Киреев, монтажер Александр Камаев и сценарист Антон Белый. Напоминаем, что наш формат СПСЖ не претендует на полноценный разбор тайтла, а скорее служит способом оперативно поделиться первыми впечатлениями об очередном горячем релизе. Если вы такие же, как мы, любители новиночек игропрома, то подписывайтесь на канал и жмакайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие обзоры. Погнали теперь в Метрополис! Почти все мы любим старые игры Rocksteady про Бэтмена. Уверены, многие до сих пор хранят в сердце симпатию к Batman Arkham Asylum и Batman Arkham City. А кто-то даже разглядел признаки бриллианта за кривой оптимизацией Batman Arkham Knight. Все эти проверенные временем хиты раз за разом задавали новый уровень для экшенов в «Готэмской песочнице», где Брюс Уэйн в своем латксном костюмчике внушал бандитам нуарного города животный страх. Но это было давно, а в индустрии игр важны только текущие заслуги. История Arkham Knight продолжается самым необычным образом. Давайте поговорим о сюжете без спойлеров, используя только ту информацию, которая была в официальных трейлерах. Впрочем, если вы вообще не хотите знать про сюжет, ни одной детали и даже базовые вводные, то сразу перематывайте на таймкод с геймплеем. Сюжет таков. Архи-злодей Брэйниак, которого большинство геймеров немного за 30 помнят по сериалу «Тайны Смолвилля», решил избавиться от человечества. Для этого он намерен превратить людей в армию мутировавших марионеток. Брэйниак заранее захватил умы супергероев из числа Лиги Справедливости и с их помощью начал трансформировать жителей Метрополиса в уродливых ксеносов, готовых убивать и умирать за своего господина. То же самое касается бывших супергероев Лиги. Бэтмен, Флэш, Зелёный Фонарь и даже Супермен стали злобными психопатами, которые наблюдают за агонией человеческой расы. Из всей Лиги чистую голову сохранила лишь чудо-женщина, ведь она готова в одиночку вынести всех бывших товарищей. Работающая на президента США Аманда Уоллер сомневается в способностях Дианы Принц и поэтому собирает оперативную группу X, более известную как «Отряд самоубийц». Её главная задача выглядит нереальной – помочь с уничтожением Лиги Справедливости, заручившись поддержкой местных бандитов типа хакерши Хэк и торговца оружием Пингвина. Аманда Уоллер вербует четырёх отпетых преступников, готовых проявить себя в роли антигероев – Харли Квинн, Дэдшота, Капитана Бумеранга и Короля Акул. Жаль, что без человека в горошек, но такой состав вполне логично объясняется бифами и историческими неприязнями. Так Харли Квинн ненавидит Бэтмена, а Бумеранг годами мечтал замучить Флэша до смерти. «Отряд самоубийц» отправляется из Готэма в Метрополис для того, чтобы остановить свихнувшихся суперов, а заодно по возможности найти ключ к победе над главной угрозой в лице Брайниака. Но наши бандиты тут в своей тарелке. Харли Квинн так и заявляет. Как будто из психушки Архэма никуда не уезжала. Мы готовы признать, у игры есть проблемы на старте, и каждому терпеливому геймеру есть смысл немного выждать перед покупкой. Но при этом купить громкую новинку всё-таки можно. И даже с выгодой. Достаточно пройти по хорошо известному адресу IGMGG. Там вас, как обычно, будет ждать наш уютный магазин, где по вкусной цене доступны сразу оба издания игры. Базовая и Делюкс. Подумали мы о тех, кто по каким-то причинам пропустил классику. Проверенные временем «Бэтмен Архэм Сити» и «Бэтмен Архэм Асайлум» уже ждут в нашем каталоге. А вообще скидки на IGMGG длятся целый год и порой достигают 90%. Круглосуточная поддержка всегда выручит по любому из вопросов касательно магазина. У нас доступна оплата любым удобным способом. Картой, кошельком U-Money и системой быстрых платежей. Топовый ассортимент игр также способствует разжиганию геймерского аппетита. Как и любые покупки вместе с IGMGG. Переходите по QR-коду на экране или по ссылке в описании и наслаждайтесь хорошими играми по выгодной цене. По жанровой принадлежности Suicide Squad это экшен-шутер с ролевыми элементами и супергеройскими способностями. Геймеры получают в своё распоряжение красочную песочницу, которую, как в каком-нибудь прототайпе или Sunset Overdrive, необходимо по частям освобождать район за районом. В рамках сюжетных миссий нас запирают на ограниченных невидимыми стенами локациях. Отступление от маршрута означает то, что вы навлекли на себя гнев, мисс Уоллер, а значит, подвержены уничтожению. Игрока удерживают на поводке с помощью угроз, а если игнорировать эти самые предупреждения и убегать с маршрута, то можно повторить трюк бумеранга из самого первого фильма. Потерять голову в буквальном смысле. Насилие тут очень красочное и правдоподобное, хотя сражаемся мы с какими-то пришельцами и людей убивать не придётся. Даже несмотря на рейтинг 18+. Увы, но к открытому миру есть вопросы. Впервые в истории серии Arkhamverse город освещается дневным светом, и мы не наблюдаем за мрачным Готэмом, а наслаждаемся ярким метрополисом. Однако есть претензия к архитектуре. Город представляет собой локацию без узнаваемых зданий, чётких маршрутов и понятных маркеров, по которым можно определять своё местонахождение. Не идёт на пользу и сомнительный мини-радар, неудобный для ориентирования. Он словно пришёл из игр 2010-х годов. Авторы предусмотрели несколько разных активностей для забивания хронометража между сюжетными задачами. Но ощущается это всё как филлеры, например, поиск редких трофеев загадочника или типовые задания по уничтожению врагов. Особенно раздражает то, как всё это смотрится в сумме, в комбинации. Маркеры квестов, бешеные спецэффекты, взрывы и всполохи огня, цифры урона и так далее. Такое ощущение, что никто не занимался балансом визуальной информации на экране. Поэтому пестрящий избыток самых разных источников данных временами сильно напрягает. В играх о Бэтмене ничего подобного не было. Итак, предметно по геймплею. У нас есть четыре персонажа, но управлять одновременно можно только одним. У каждого из героев есть свои уникальные комбо, ультимативные атаки и способы передвижения. Например, Дэдшот использует джетпак, а Харли Квинн носит кошку-крюк, синхронизирующуюся с дроном. Но различия между персонажами не так значительны. Король акул – дюжи, живуч и предпочитает мини-ганы, а Бумеранг бешено носится по полю боя и обожает дробовики. Принципиальных геймплейных различий у героев нет. Это плюс-минус одни и те же приемчики, подаваемые под разным соусом. У каждого из четверки есть свои параметры вместе с деревом прокачки. Любому из героев доступно три ветки навыков, которые обычно сводятся к агрессивным скиллам, защитным скиллам и умениям, влияющим на обращение с технологичными штучками типа бомб или дронов. Ничего нового или необычного в геймплее Suicide Squad попросту нет. Игра собрана из проверенных идей и ощущается, как кооперативная версия какого-нибудь Marvel Spider-Man, но с персонажами, просто обожающими шутки за 300 и, по возможности, ниже пояса. Отличается тут лишь Харли, демонстрирующая признаки боевой феминистки, восхищается Амандой Уоллер и отказывается от своего классического костюма в виде платья Орли Кина. Короче говоря, Харли Квинн победила себя прежнюю и больше не подвержена былым стереотипам. Нарративное повествование линейно и до поры до времени идёт за руку с геймплеем, но затем в какой-то момент нам открывают карту Метрополиса и возможность выполнять побочные миссии, получая опыт и ресурсы. Ну да, команда нуждается в ресурсах. От очков умений и возможности апгрейдить показатели до фарма новых пушек, у которых есть степени редкости. Практически как в любом лутер-шутере, ведь его элементы заметны невооружённым глазом и в новинке от Rocksteady. Сюжетные миссии проходить интересно. Нас водят по крутым локациям типа штаб-квартиры Лиги или музея имени Бэтмена. Именно эти турне со сторилайновыми кат-сценами спасают игру от провала. А вот побочные задания отсылают к худшим кошмарам из игр Ubisoft. Такое ощущение, что над сайдами трудилась другая команда, укомплектованная по большей части из джунов. В английском есть слово «дженерик», и именно такими представляются побочные задания по очистке города. Боевой системе не хватает разнообразия. Акцент сделан на свистоперделке с различными режимами стрельбы, поэтому ближний бой оказывается как-то не кстати. Мощный удар вблизи мы в основном используем для того, чтобы выбить из противников ресурсы по типу запаса щитов. Автоматические щиты восстанавливаются только на чекпоинтах. Всё остальное время вам придётся носиться с айгаком, чтобы уворачиваться от пуль и заодно добивать врагов, получая ресурсы. Стандартные убийства никаких бонусов не приносят и почти не добавляют очков в шкалу комбо-метра. Если что, заполнение шкалы под комбинативность боёвки открывает доступ к более серьёзным приёмам и трюкам. Наши герои буквально становятся эффективнее. По графике игра не выглядит выдающейся. По визуалу игра уступает старушке Архем Найт, а модели и их анимации не дотягивают до уровня прошлогодней Marvel Spider-Man 2. Такое ощущение, что у Паучка были все три буквы «Эй», а тут наскребли только на две. Эффект новизны от забавных персонажей быстро заканчивается, оставляя нас с вполне заурядным геймплеем и крутыми катсценами. Но их, если что, можно и на Ютубе посмотреть. Катсцен тут вообще много, и некоторые длятся чуть ли не по 10 минут. Суммарно их набралось на 5 с половиной часов, если кому-то это о чём-то говорит. Саму сюжетную кампанию можно пройти буквально за 10 часов, что по меркам такого долгостроя как-то преступно мало. Игра будто понимает это и стимулирует нас жонглировать героями. Время от времени у одного рандомного участника квартета открывается второе дыхание, и он получает буст к параметрам. За счёт этого Suicide Squad аккуратно подталкивает геймеров к смене героя, мол, хватит за одну только Квин бегать, пора б уже и короля акул уважить. Также в игре есть кооператив вплоть до 4-х человек. Увы, у нас не было времени его протестировать, так как база тех, кто купил делюксы здания Suicide Squad, оказалась настолько малой, что в онлайне из нашего фейкового региона не оказалось никаких волонтёров. Интересно, сколько у Роскомнадзор-отряда уже возвратов? Ведь у игры нет офлайн-режима, даже если вы играете в гордом одиночестве. Как только появится следующий критический баг и серверы выйдут из строя, геймеры точно так же будут сидеть в главном меню в ожидании фиксов. Warner Bros. боялась гнева прессы, поэтому ни одно издание не получило раннего доступа к игре. Более того, не обошлось без косяков. Ранний запуск для тех, кто задонатил 110 баксов на самое жирное издание, оказался кривым. Из-за серьёзного бага при старте игры Suicide Squad считала, что прогресс геймеров значительно сильнее и открывала контент, как если бы игра уже была пройдена. Ошибка повлекла за собой отключение серверов и исправление на несколько часов, так что богатенькие и самые нетерпеливые геймеры остались с носом. Отключать доступ пришлось аж три раза подряд. В итоге игрокам прислали компенсацию. По две тысячи внутриигровых монет Luter Coins. В новой игре критики можно подвергнуть практически любые аспекты. Техническое несовершенство игры, обилие багов, странные сюжетные повороты, репетативный геймплей. Но больше всего нареканий вызвало завершение арки Arkhamverse, которое в сети быстро назвали неуважительным прощанием с персонажем и кривым отношением к ценностям DC. Если без спойлеров, то Rocksteady крупно обосралась. Даже приквел в виде комикса, который связал бы события Arkham Knight и Suicide Squad, в обещанные сроки не выпустили. Он появится только после релиза игры и поведает о том, чем занималась Аманда Уоллер для поиска четверки безбашенных сорвиголов. Так что же пошло не так? Издатель Warner Bros. Games был не слишком впечатлен продажами предыдущей DC-игры Gotham Knights. Игра вышла в октябре 22-го года и быстро оказалась в забвении. Из-за своих сомнительных механик, утомительного гриндинга и неудачной реализации проекта в виде игры-сервиса, она пополнила копилку самых громких провалов того года. Gotham Knights оказалась не нужна почти так же, как родственная Marvel's Avengers. Обе игры быстро сдулись, несмотря на большую в то время аудиторию любителей супергеройского кино. Сейчас супергероика на значительном спаде, и в Warner Bros. это прекрасно понимают. Поэтому перед Rocksteady поставили странную задачу. Сделать игру-сервис наподобие рыцарей Готэма, одновременно выдав её за духовного наследника синглплеерной серии Batman Arkham. Эту задачу Rocksteady, на наш взгляд, провалило. Авторам некогда крутых игр промыли мозги не хуже, чем Brainiac сделал это с Лигой. И в итоге мы получили донат на дрочильную помойку под видом ААА-видеоигры. Простите, сколько ещё можно трахать труп кобылы в виде Gotham Knights? А главное, зачем? Ну да, у Suicide Squad не так много общего с играми Batman Arkham. И это не мудрено. Перед нами спин-офф, даром что от той же самой команды. Самое ближайшее, что вы получите из Бэтмена, это посвящённый ему музей, который одновременно рассказывает о событиях прошлых игр серии и показывает всех знаковых злодеев и ключевые стычки с ними, вплоть до героизации смерти Джокера. Складывается ощущение, будто Rocksteady искали ключ к тому, чтобы адаптировать свои игры к поколению Fortnite. Поэтому в новинке наблюдается перекос в сторону смешного и безбашенного фастфуд-сеттинга, где всё происходит слишком уж легкомысленно. Ну а главный вопрос сейчас звучит так. Стоит ли Suicide Squad своего ценника? 79,99 евро за базовую версию на PlayStation, 109,99 за делюкс-издание. Это бешеный ценник за игру в таком техническом и геймплейном состоянии. Создаётся ощущение, будто двух переносов даты релиза было недостаточно. Первоначально игра должна была выйти в мае 2022 года, затем в 2023, а в итоге дата съехала на февраль 2024 года. При этом ожидаемый геймерами режим игры в офлайне на релизе отсутствует. Его обещали добавить позднее. Мы знаем, что разработка игр сложное и комплексное занятие, однако количество факапов, которые допустила студия Rocksteady, не укладывается ни в какие рамки. С лицензией DC можно было бы сделать нечто куда более крутое. В итоге же мы получили недоделку без новых идей и решений. Да, тут есть привычные для жанра стандарты, но от игрового процесса быстро устаёшь, ему и впрямь не хватает какой-то изюминки. Для обычного геймера Suicide Squad Kill the Justice League окажется слишком пустой, бездушный и заурядный. Особенно если человек не фанатеет от героев DC, тогда шансы понравиться у игры резко падают. Контент быстро заканчивается, начинается повторение одних и тех же действий по зачистке районов от рабов Брайонека, а битв с боссами тут ровно пять на всю игру. Да, сражаться со сатаневшими защитниками земли интересно, но этого контента слишком мало и до него очень уж долго добираться. Если вы приходите сюда за добавкой к серии Архам, то разочарование неминуемо. Да, Рокстеди попробовала двигаться по новому для себя пути, но уверены, что без властной руки правообладателя издателя Warner Bros. не обошлось. И получилось так, что большие дяди из большого бизнеса вновь наступили на те же самые грабли. Сделали продукт уровня Gotham Knights и Marvel's Avengers, с которым большинству геймеров тяжело будет себя ассоциировать. К счастью для Рокстеди их проект на фоне рыцарей Готэма все-таки не выглядит таким уж печальным. Долгая и кропотливая работа над контентными улучшениями, над патчами и над ценовой политикой помогут игре постепенно встать на ноги и получить хорошую кассу. Но сейчас она выглядит скорее как провал для всех, кто над ней работал. Увы и ах. К счастью, в феврале также выходит Skull and Bones от Ubisoft. И скоро о проблемах Suicide Squad позабудут на фоне куда более оглушительного факапа. Безусловно, кому-то игра понравится даже в таком недопеченном виде. Но поверьте, эти люди будут в меньшинстве. К моменту, когда ролик доберется до вас, дорогие зрители, у каждого будет возможность самому изучить новинку хотя бы по прохождениям на Ютубе. Посмотрите их и возвращайтесь с ответом. Заслуживает ли эта игра того, чтобы продаваться за такую высокую цену? Ждем мнения в комментариях. Обязательно пишите нам в соцсетях и не только на Ютубе. Также у нас есть Твич, ТикТок, Телеграм, Дискорд, ВКонтакте и Бусти. Последние в списке платформа вообще регулярно радуют эксклюзивными материалами. Всего за 100 рублей в месяц вы получите информацию о том, хороша ли сексуализация в играх и не попутал ли окончательно берега именитый геймдис Тодд Говард. А пока спасибо всем за просмотр, до новых встреч на разборе новинок от iGEM. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова